На этой неделе абсолютное большинство российских автозаводов стоят, так как дефицит компонентов заставил руководство предприятий объявить корпоративные каникулы. А значит сейчас самое время, чтобы оценить главные новинки автопрома мирового. Например, почему бы не рассмотреть новейший кроссовер Brabus 900? Это заряженная мастерами из Ботропа версия Мерседеса Майбаха GLS 600, что лишилась карамированного декора и обзавелась углепластиковым обвесом. Интерьер исходной машины полностью перешит, а для отделки использованы углепластиковые вставки и натуральная кожа. Кроме того, изменились настройки пневматической подвески. На высокой скорости 900 приседает на 25 миллиметров. Но самое главное, конечно, скрывается под капотом. Четырехлитровый мерседесовский битурбомотор двигателисты расточили на 400 кубиков, попутно внедрив новые турбокомпрессоры, поршни, шатуны, коленвал и топливные насосы. В итоге исходные 557 лошадок сменились табуном из 900 коней. При этом, чтобы поберечь трансмиссию, инженеры ограничили величину пикового момента, а также сделали настройки силового агрегата не злыми, а комфортными. Так что при разгоне до сотни Brabus будет лишь немного быстрее исходного мерседеса. Что, однако, не помешало маркетологам навесить совершенно умопомрачительный ценник. За первый экземпляр модели просит полмиллиона евро. Другой любопытный проект от марки Brabus, которому также достался 900-сильный битурбомотор, вездеход Crawler. Вообще, Crawler'ами принято называть гусеничные трактора, но перед нами всего лишь колёсные полубагги. Впрочем, в контексте обсуждения машины ценой без четверти миллион евро оборот всего лишь применять не совсем правильно. Ведь перед нами первый Brabus, построенный немецким ателье на собственном шасси. В основе вездехода лежит стальной пространственный каркас, на который навешаны подвески и агрегаты. Оба моста портальные, то есть имеют колёсные редукторы, благодаря чему заявленный дорожный просвет превышает полметра. Двухтонная машина адресована любителям экстремального бездорожья. Но, скорее всего, все 15 выпущенных кроллеров разбредутся по частным коллекциям, нежели будут месить грязь и покорять барханы. Хотя погонять на автомобиле, лишённом окон и дверей, наверное, весело. Тем более, что разгон до сотни занимает около трёх секунд. Максимальная скорость из соображений безопасности ограничена на отметке 160 км в час.